Сегодня в программе секреты музеев. Почему экспонат музея Азрет Султан, древний ковер ручной работы, вышитый золотом, чуть не отправился на свалку? И кто спас его от столь печальной участи? Найти мешок с золотом и отдать его в музей. Невероятная история жалаулинского клада. Кто выронил ценную находку и сколько в пересчете на современные деньги стоят сокровища древних саков? Музей – это мост между прошлым и настоящим. Находясь в его стенах, ощущаешь атмосферу происходившего в разные исторические эпохи. Глядя на эти экспонаты, думаешь, кто создавал эти предметы? Кто ими пользовался? Какое значение они имели для людей древности? И сыграли ли они важную роль в нашей истории? Об этом задумываемся и мы в программе «Секреты музеев». С вами я, Камиль Галиев. Здравствуйте. Глядя на ценные экспонаты, мы не всегда знаем, какой путь они проделали, чтобы попасть в музей. Некоторые реликвии раскопали археологи, другие – нашли обычные люди. Об истории некоторых из экспонатов не вспомнят даже музейные работники, настолько давно они находятся в хранилищах. Но судьба одного старинного шедевра заслуживает внимания. Его принес в музей обычный человек из народа, другой – спас, обнаружив его в музейной свалке. Этот любопытный экспонат – древний ковер ручной работы. Им покрывали надгробие почитаемого человека. Сегодня он хранится в одном из главных музеев Казахстана и представляет собой историческую ценность. Но так было далеко не всегда. 1946 год. Город Алматы. В Центральный музей со ствердком в руках вошел неизвестный мужчина и потребовал аудиенции заведующим хранилищем. Когда заведующая вышла, незнакомец рассказал, что приехал из Туркестана и привез оттуда очень редкую вещь, которую хотел бы сдать в музей. Заведующая была удивлена. В послевоенное время люди и в музей-то не ходили. Кому может быть дело до предметов старины? Мужчина развернул сверток. Внутри оказался старый ковер ручной работы. Зеленое полотно было расшито красивыми узорами из позолоченной нити. Осмотрев ковер, заведующая предложила за него 28 рублей. Неизвестный с радостью согласился и, получив деньги, поспешил уйти. Ковер отнесли на склад, да так там и оставили. Вещь была хоть и ценная, но очень старая. Поэтому, как экспонат в музее, выставляться не могла. Таким образом, ковер пролежал на складе ни много ни мало 30 лет. За это время он окончательно испортился. Нити были уничтожены молью, сильно осыпались и поблекли. А золотые узоры покрылись слоем пыли. В 1976 году ковер осмотрели, после чего было сделано заключение, что полотно разрушено на 70%. Обветшалую реликвию решили списать и включили в список экспонатов, предназначенных для свалки. В конце 70-х годов заместитель министра культуры Казахской ССР Узбекали Джанимеков поднял вопрос о важности культурного наследия казахского народа и поручил провести работу по восстановлению мавзолея Хаджахмеда Ясауи. Джанимеков, помимо своей основной работы, изучал древние источники, в частности, жизнь великого мыслителя и философа. Однажды к нему на стол попал перечень экспонатов, подлежащих списанию. Когда Джанимеков читал сопроводительную записку, его словно что-то кольнуло. Замминистра без промедления отправился в музей, чтобы взглянуть на раритет. На первый взгляд ковер больше напоминал лохмотье. Но при внимательном изучении можно было увидеть тонкую ручную работу, вышивку из золотых нитей в технике 14-15 веков. Эта вещь могла быть только из Туркестана, куда великий Тамерлан пригласил самых искусных мастеров для строительства мавзолея в честь Хаджахмеда Ясауи. По мнению историков, Тимур лично составлял проект для мавзолея Хаджахмеда Ясауи, а также давал подробные инструкции строителям. Полководец сам определил основные размеры строения. Например, диаметр большого купола должен был равняться 30 киазам, то есть 18 метрам. Согласно этим параметрам, определялись размеры остальных частей сооружения. Кроме того, в указе Эмира Тимура содержались рекомендации относительно декоративных деталей мавзолея и его внутреннего убранства. Известно, что для возведения мазары Тимур привлекал самых искусных мастеров со своих завоеванных земель. В Туркестане рождался симбиоз всех стилей прикладного искусства. Именно поэтому узбеколет Джанибеков решил, что такая дорогая вещь, как ковер, вышитый золотом, могла быть создана только по приказу Тамерлана в честь Ясауй. Золотое шитье, зерлеу – это древний способ вышивания. Ученые до сих пор не могут установить, откуда пришла эта техника. Времена расширения Османской империи и искусство зерлеу достигло своего расцвета. Среднее азиатское шитье золотыми нитями в 15 веке было признано делом государственной важности и стало известным на весь мир. Изделия с позолоченным узором изготавливались только для представителей знати – ханов, биев и султанов. Казахстанская художница и золотошвейный мастер Айжан Абдубаид за годы своей работы изучила и восстановила утраченную технику шитья древних мастеров. Сегодня она – единственный в Казахстане специалист, владеющий техникой зерлеу. Ее знания позволяют надеяться, что древние традиции золотого шитья не будут утрачены. Я родилась на юге, в южных регионах Казахстана, где в 70-е, 60-е годы изготавливались вот эти вещи вручную. Ткались ковры, валяли волны, ткали алаша – уникальные такие вещи. Я росла среди всего этого искусства, незаметно для себя, видимо, впитывала вот эту вот любовь вот к этим всем, к всему прикладному нашему искусству. И я для себя выбрала золотое шитье, так как, параллельно изучая наше искусство, я поняла, что самый умирающий вид – это, оказывается, золотое шитье. То есть казахское прикладное народное искусство, оно полностью тогда было настолько в упадке и забыто. Оно действительно нуждалось в изучении, в восстановлении. У Айжана Бдубаид много работ, которыми она могла бы гордиться. Но особое место в списке ее достижений занимает реставрация надгробного покрывала Ходжи Ахмеда Ясауи. Когда к ней поступило предложение взяться за этот сложный проект, она согласилась, не задумываясь. Когда мне предложили рассмотреть вопрос о реставрации, о воссоздании ковра Ахмеда Ясауи, моей радости не было конца. Я просто была, во-первых, в изумлении, что есть такой ковер, есть вот такой вид искусства. То есть когда я его увидела впервые и стала изучать технику исполнения, я пришла в такое изумление, объем вот этой работы и насколько она тонко сделана, да, уникально. То есть это было как посвящение. Собрали мастеров, они выложили вот все, что смогли, на высшем уровне выполнили работу. Вот на одном вдохе и все, больше уже не повторяли. Реставрационные работы начались с поиска необходимых материалов. Ткани, с которых было сшито покрывало, не имеют аналогов. Чтобы подобрать похожее по цвету полотно, Айжан объездила весь Казахстан и соседние страны. На это ушло 8 месяцев. Наконец, мастера нашли приближенное к оригиналу желтое домотканное сукно, которое решили перекрасить. Нам повезло, что мы нашли эту ткань, и мы приняли решение ее красить в домашних условиях. И в течение двух месяцев наша квартира превратилась в красильню. Очень тяжело было, но мы эту тяжесть не ощущали, потому что знали, что цель и задачи поставлены были благие и очень высокие. К нашему счастью, при всей ветхости покрывала надгробия, где-то в согнутом положении, вот этот маленький кусочек. Вы знаете, вот он, наверное, особое место должен занять в истории. Это как будто Всевышний специально оставил для будущего поколения, чтобы мы могли во всей сочности представить цвет, какого цвета был этот покрывало. И мы его взяли за ориентир, и во время работы крошения всегда вот ссылались на него. От оригинала ковра осталось очень мало. Обветшалый кусок ткани размером 2 на 3 метра. Поэтому Айжан пришлось воссоздавать узор вышивки, а остатки древнего полотна снять с истлевшей основы и положить на новую. Стежок за стежком мастера вышили узор позолоченными нитями. Однако полностью восстановить надгробный ковер Ясауи все же не удалось. Из-за недостатка финансирования Айжан Абдубаид была вынуждена остановить реставрационные работы до лучших времен. Я сейчас думаю, в наш век технологий, иногда мы миллионы тенге просто на фейерверки пускаем на Новый год или на какие-то мероприятия. Должного отношения и должного уровня ковер не получает. Поэтому наша задача сейчас уметь показать, уметь донести вот этот крик души, вот этого ковра, этих мастеров того времени. Мы не имеем права предать забвению. Кто знал, что старинный экспонат, который хотели выбросить на свалку истории, мог оказаться реликвией, не имеющей цены? Ковер Ясауи сохранен благодаря счастливому случаю, талантливой работе мастеров и неравнодушному отношению к своему делу замминистра культуры Взбекали Джанимикова. Таким образом, старинное надгробное покрывало времен Тимуридов заняло законное место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Кто из нас не мечтал когда-нибудь найти клад? Представляете, идете вы по дороге, а тут под ногами мешок с золотом. Скажите, сказка. Да, не чуть. История знает немало случаев, когда люди неожиданно для себя натыкались на несметные сокровища. Многие из них были переданы государству, в частности, музеям. Другие всплыли на незаконных аукционах. Город Алматы. Центральный государственный музей. Один из старейших и крупнейших музеев Центрально-Азиатского региона. Общая площадь здания превышает 20 тысяч квадратных метров. Экспозиционно-выставочная часть расположена на площади в 7 тысяч квадратных метров. Фондовые коллекции музея насчитывают около 300 тысяч экспонатов. Часть из них выставлена в 7 экспозиционных залах. Коллекция настолько разнохарактерна, что дает представление не только о палеонтологическом прошлом нашего региона, но и о средневековой и современной истории Казахстана. В зале палеонтологии и археологии выставлены золотые изделия сакской цивилизации. Тонкость работы мастеров той эпохи до сих пор поражает воображение всего мира. Как можно было создавать эти уникальные предметы, не имея современных технологий и инструментов? Золото – один из первых металлов, освоенных человечеством. Высокая пластичность, природное благородство, красивый желтый цвет сделали его основным материалом для ювелирного искусства. Из далеких глубин истории изделие из золота приходит к нам в первозданном виде. Ювелирное искусство саков достигло высочайшего уровня. Мастера обладали такими навыками, как штамповка золота и литье. Могли изготавливать изящные изделия с вкраплением полудрагоценных камней и серебра. Фигурками, изображающими мифических животных, саки украшали свою одежду, конское убранство и предметы быта. Также у саков была развита техника резьбы по дереву. Стоит только взглянуть на деревянную посуду, фигурки в зверином стиле, различные застежки и пуговицы. Мастера той эпохи часто применяли способ обкладки деревянных фигурок золотыми пластинками. Кроме того, в ту эпоху развивалось искусство обработки кости, камня, а самое главное – техника обработки металла. Ученые до сих пор не могут разгадать, каким образом саки соединяли между собой различные бронзовые детали, например, ножки казанов. Дело в том, что место стыковки деталей оказалось намного прочнее, чем у современных аналогов. Одни говорят, что секреты мастеров сакской цивилизации утеряны навсегда. Другие полагают, что учеными еще только предстоит узнать технологии, которыми владели наши предки, и, возможно, узнать их самую главную тайну. Почему они покинули обжитую территорию и не взяли с собой то, чем дорожили больше всего – предметы культа. Весна. 1988 год. Поселок Жалауле. Кигенского района Алматинской области. Группа школьников возвращается домой после учебного дня. Ребята веселятся и играют, даже не представляя, что ждет их впереди. Кигенского района Алматинской области. Братья Иманали и Умарали вместе с одноклассницей Кариной весело бегали по полю. Вбегая от ребят, Иманали внезапно споткнулся и упал. Что же могло валяться под ногами? Камней в поле не было. Разве что комки замерзшего грунта. Мальчик осмотрелся и увидел небольшой мешок. На вид ничем не приметный и старый, покрытый слоем грязи. Иманали поспешил показать находку друзьям. Дети долго вертели мешок в руках, но открывать не спешили. Не знаю. Озорной Умарали решил, что Дарба – хорошая замена футбольному мячу. Началась новая игра. Школьники пенали странный мешок по всему полю. А когда игра ребятам надоела, Иманали решил выбросить его подальше. Братья собрались домой. Но Карина заметила, что мешок как-то странно блеснул на солнце. Когда любопытная девочка подошла к нему, то увидела, что в мешке зияла дыра. Оттуда торчало что-то красивое и золотое, похожее на женскую серегу. Девочка позвала друзей, и все трое стали рассматривать таинственную находку. Идемте сюда! Когда ребятишки раскрыли мешок, то обнаружили внутри горсть красивых золотых украшений, которые были похожи на сказочных зверей – архары, тигры, медведи. Трудно сказать, что стало бы с этой находкой, а, кажется, она в руках взрослых. Но дети бежали домой, показывая найденное золото всем, кто попадался на их пути. К вечеру о находке знали не только их родители, но и весь пасюм. В скором времени все найденное золото саков было передано сельчанами в Государственный музей. Жалаулинский клад стал легендарным. Всего было обнаружено более 600 золотых украшений. Их вес составил полтора килограмма. Изучив находку, ученые установили, что возраст изделий варьируется от 8 до 5 веков до н.э. Это удивило историков. Как в одном мешке могли находиться реликвии из разных столетий? Ответ оказался прост. Клад был собран вандалами при разграблении курганов. Найденные школьниками сокровища сегодня можно оценить приблизительно в полмиллиарда долларов. Тайны музейных экспонатов, невероятные истории находок и загадочные судьбы их владельцев. Все это в нашей программе. Меня зовут Камиль Галиев. Ходите в музей. Субтитры подогнал «Симон»!